Сразу две даты отметили на межрегиональной конференции школа краеведения. 100 лет со дня образования общества изучения местного края и 30-летия создания Союза Чувашских краеведов. Краеведение – дисциплина многогранная. Она включает в себя и изучение истории, топонимики, географии, памятников культуры. Благодаря неустанной работе краеведов в республике появились и наполнились экспонатами музеи и архивы. Были заложены основы этнографии и архивного дела. В истории Чувашского краеведения было немало интересных страниц и известных имен. Славное дело Николая Ашмарина, Николая Никольского и других выдающихся ученых подрастающее поколение готово продолжать и сегодня. Это своим примером доказал студент Чувашского госуниверситета Виктор Сорокин. Его проект «Школа краеведения» получил грант главы Чувашии в 800 тысяч рублей. Его главная цель – вовлечь в дело сохранение исторической памяти культурных объектов языка и истории края молодых людей. Задача школы как раз объединить замечательных молодых людей, уже опытных краеведов, которые готовы поделиться своими знаниями и передать их молодежи, чтобы вместе с единым фронтом начать работу по развитию краеведения нашей республики. У нас очень много талантливых юных краеведов проживает в районах, но нет, скажем так, единой координации, нет единой организации, которая смогла бы вместе направлять и двигаться по этому пути. И как раз у школы краеведения нацелены на то, чтобы ребята хотя бы раз в год могли приезжать, выступать своими докладами, делиться своим опытом и также участвовать в проектах. В рамках конференции в Национальной библиотеке проводились различные творческие мастер-классы. Можно было расписать декоративные тарелки, своими руками сшить куклу или собрать мини-книжку. Здесь же проходило обучение основам краеведения. Специалисты делились опытом в изучении музейного дела, рассказывали о тонкостях этнографии и археологии.